Для того, чтобы с помощью психологии манипулировать другими людьми, не нужно быть экспертом. Каждый из вас за 10 минут сможет освоить несколько уловок. Используя их, вы сможете успешно манипулировать другими людьми и добиваться желаемого. Так что смотрите видео до конца и поделитесь в комментариях, какой из трюков понравился вам больше всего. Номер 1. Просите больше. Этот трюк активно используют продавцы. Они озвучивают вам цену побольше. И в тот момент, когда вы готовы отказаться от сделки, они снижают стоимость. На самом деле, в большинстве случаев, эта цена со скидкой и была их целью. А сумму повыше они называли только для того, чтобы вам было психологически легче согласиться на более дешевое предложение. Этот же прием вы можете эффективно использовать в своей повседневной жизни. Например, вы хотите занять денег у друга. Вам нужно 500 рублей. Сначала попросите одолжить вам 1000. Когда вы услышите отказ, то попросите одолжить хотя бы 500. Так, ваши шансы получить 500 рублей будут намного выше, чем если бы вы сразу попросили эту сумму. Или другой пример. Вы хотите завести рыбок, но заранее знаете, что ваши родители будут против этой идеи. Начните с просьбы завести кошку или собаку. Когда вы услышите отказ, то попросите о рыбках. В этом случае они наверняка согласятся. Во-первых, потому что рыбки выглядят безобидно на фоне собаки. А во-вторых, у них будет чувство вины за то, что они отказали вам с первой просьбой. Номер 2. Кивайте чаще, чтобы заставить согласиться с вами. Большинство людей даже не догадывается, какой силой на самом деле обладает небольшое кивание головой. Если вы будете делать так в момент, когда собеседник рассказывает вам что-то важное, то заставите его чувствовать к вам симпатию. Легкие движения головы вперед-назад дадут понять, что вы внимательно слушаете и понимаете, о чем он говорит. А все мы любим, когда нас слушают. Данный трюк можно использовать и в обратной ситуации, когда вы хотите, чтобы собеседник согласился с вашей идеей. Немного кивайте в тот момент, когда рассказываете. Вашему собеседнику это дает ощущение, что вы знаете, о чем говорите, и он с большей вероятностью в итоге с вами согласится. Номер 3. Используйте еду, чтобы улучшить взаимоотношения. Веками прием пищи объединял людей. Во время еды крайне редко происходят серьезные ссоры и выяснение отношений. Если вы знаете, что вам предстоит сказать неприятную правду вашему коллеге по работе или близкому человеку, сделайте это во время приема пищи. Когда люди едят, то слишком заняты этим процессом, чтобы полноценно реагировать на информацию. Поэтому неприятные новости они воспримут намного более спокойно, чем если бы были полностью сфокусированы на беседе. Усилить этот трюк может выбор места. Если вы едите в людном месте, то присутствие других людей будет дополнительным сдерживающим фактором для выплеска негативных эмоций. Кроме того, все мы склонны к нервозности, когда голодны. Так что дать собеседнику что-нибудь поесть перед тем, как вы сообщите ему неприятные новости – хорошая идея. Так его отношение будет более спокойным. Номер 4. Правильно используйте глаза. Многие знают, что зрительный контакт с собеседником очень важен. Если в разговоре вы смотрите человеку в глаза, то он больше доверяет вашим словам и наоборот будет более честно отвечать, когда вы задаете ему вопрос. И вроде бы все просто, однако многие люди просто не могут сохранять зрительный контакт. Смотреть в глаза другому человеку – сложная задача. Для того, чтобы сделать это, попробуйте следующий трюк. За время разговора попытайтесь точно понять, какого цвета глаза у человека, с которым вы говорите. Не просто цвет, но и точный оттенок и светлоту. Например, не просто голубые, а светло-голубые, близкие к серому. И так далее. И, конечно, не стоит во время разговора смотреть человеку в глаза, не отрывая взгляд. Это скорее напугает его. Иногда переводите внимание на окружающие вас вещи, но затем снова возвращайтесь к глазам собеседника. Тем самым добиться от человека желаемого результата будет намного проще. Номер 5. Правильно формулируйте просьбу. Допустим, вам нужно попросить вашего друга помочь перевести вещи. Уверен, большинство из вас спросили бы так. Не мог бы ты помочь мне перевести вещи в субботу? Подобная формулировка сильно снижает ваши шансы на то, что вы добьетесь своего. Начиная с фразы «не мог бы ты», вы изначально формулируете не конкретную просьбу, а задаете абстрактный вопрос. Поэтому получить отказ намного проще. Вместо этого попросите конкретно. Помоги мне, пожалуйста, перевести вещи в субботу. Такая постановка просьбы резко повышает ваши шансы получить согласие. Да, это не дает стопроцентной гарантии, но как минимум человек точно не будет придумывать лживые отмазки, а откажет, только если действительно будет очень занят. Номер 6. Техника «Подскажите, пожалуйста». Как быстро установить контакт с незнакомым человеком и вызвать у него симпатию? Позволить ему вам помочь. Большинство людей испытывают больше позитивных эмоций, когда они помогли другому, нежели когда помогли им. Например, у вас первый день на новой работе, и вы хотите наладить контакт с кем-нибудь из коллег. Просто попросите его подсказать вам что-нибудь. Что-нибудь незначительное. Например, где ближайшее к офису кафе. Или что-то в этом роде. Это ничего не стоит для собеседника, при этом у него будет приятное чувство, что он оказал помощь, и вы намного быстрее сможете наладить с ним контакт. Номер 7. Позвольте человеку исправиться. В жизни бывают ситуации, когда вам нужно сделать кому-то замечание. Например, ваш подчиненный на работе задержал отчет. Конечно, вы можете подойти к нему и резко сказать, «Ты не подготовил отчет вовремя». Таким образом, вы лишь добьетесь ненужной конфронтации между вами и не добавите мотивации сотруднику. Вместо этого скажите, «Я не получил отчет, который нужно предоставить клиенту. Не знаешь, где он?» В этот момент человек сам осознает свою оплошность, не будет злиться на вас за резкое замечание и с большим желанием и скоростью сделает отчет. Этот трюк будет идеально работать и в ситуации, где вместо сотрудников будут ваши дети. Номер 8. Запоминайте имена. Если у вас плохая память на имена, это недостаток, над которым нужно работать. Когда вы называете человека по имени, это моментально располагает его к общению с вами. Он чувствует свою важность, что к нему относятся с вниманием. Так что обязательно называйте человека по имени при встрече, а также используйте это в течение разговора, особенно если хотите добиться от собеседника согласия или одобрения своей идеи. Номер 9. Перехитрите мозг. Манипулировать можно не только другими людьми, но и самим собой. Предположим, вы не выспались. Это значит, что в течение всего дня вас будет преследовать усталость. Сконцентрироваться на сложных задачах будет просто невозможно. Мозг откажется это делать. Для того, чтобы обхитрить его, просто скажите себе, что спали сегодня замечательно и чувствуете себя прекрасно. Только сделайте это максимально уверенно и повторив несколько раз. Ваша продуктивность возрастет в разы и вы почувствуете бодрость. Звучит неправдоподобно, но это работает. Подобную технику самообмана открыли американские психологи в ходе экспериментов. Так что используйте этот трюк, когда не выспались. Но все же не злоупотребляйте. Никакое самовнушение не заменит качественный здоровый сон. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых роликов. И конечно же оставляйте свои комментарии под этим видео.